Недавно стало известно, что Управление делами президента Такаева намерено купить средства защиты от взлома за более чем 100 миллионов тенге. Система должна шифровать все данные и пересылать их между объектами государственного аппарата. Данную закупку эксперты оценили как попытку обезопасить президента от утечки данных. После нашумевшей новости о возможном прослушивании Такаева программным обеспечением Pegasus. Но в Управлении опровергли эту информацию, соответственно, приобретение криптографических средств защиты информации предназначено для документа оборота государственных органов. Эта мера требуется по закону. Напомним, 19 июля стало ясно, что более 50 тысяч журналистов и правозащитников по всему миру оказались под надзором правительства из-за внедрения израильского шпионского ПО Pegasus в их мобильные устройства. Объектами наблюдения также была политическая элита Казахстана. Президент Касым Жамарт Такаев, премьер-министр Аскар Мамин, Аким Алматы Бакаджан Сагентаев и олигарх Кенниес Ракишев. Группа НСО, основанная в 2011 году бывшими солдатами подразделения электронной разведки 8200, Сил обороны Израиля утверждает, что сотрудничает с разведывательными и правоохранительными органами в 60 странах, исключительно в борьбе с терроризмом. А её технологии обычно используются повсюду изо дня в день для благих намерений. НСО обещает продолжить расследование всех заслуживающих доверия утверждений о злоупотреблениях и принятии соответствующих мер. При этом нынешний скандал для компаний не первый. В 2019 году в WhatsApp была обнаружена уязвимость, с помощью которой НСО осуществляло мониторинг данных пользователей мессенджера. Руководство компании утверждает, что они продают программное обеспечение только доверенным государственным учреждениям и специально следят за соблюдением своими клиентами прав человека. В то же время НСО неоднократно критиковали за помощь авторитарным правительствам. Журналисты-расследователи обнаружили вредоносное ПО, установленное на устройствах в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, МИД Израиля настаивал на добавлении в список клиентов последней страны, несмотря на сомнения руководства НСО. История с Pegasus вызвала шквал критики от европейских государств. Все чиновники были возмущены таким поворотом и наперебой возмущались возможностью перехвата данных. Также восприняли новость и журналисты, которые хоть и не попали в список, но все равно опасаются за сохранение частной жизни.